А в Красноярске сказочные фигуры снега и льда появились благодаря художникам, которые воплощают свои самые смелые фантазии с помощью ножа, бензопилы и даже машинки для стрижки овец. Фестиваль «Волшебный лёд Сибири» собрал мастеров из разных стран. Среди них и те, кто принимает участие впервые, но давно мечтал побывать в нашей стране. Хрупкие сверкающие композиции собирают вокруг себя сотни зрителей. Полюбовался и Дмитрий Толмачёв. Для первых штрихов самый грубый инструмент в ещё не тронутых кубах спрессованного снега каждый художник уже видит своё будущее творение. Как, кто говорил, Леонардо, да? Микеланджело. Микеланджело. Отсекаем лишнее. У одних заготовленные макеты, у других идея в голове. Например, здесь появится перекрёсток пяти дорог. Вполне реальное место находится в Перми. Течёт Кама, идёт пешеходная дорога, идёт железная дорога вдоль Камы, идёт автомобильный мост, и сверху идут самолёты, летят. Я думала, как это сделать из куба снега, как это сделать? На то, чтобы воплотить свои идеи в жизнь, у 20 команд профессиональных скульпторов всего 4 дня. А в качестве материала половина участников выбрали снег, остальные кромсают лёд. В арсенале художников всё, что можно для этого приспособить, вплоть до электрического фрезера. А вот участникам из Якутии, известной своими резчиками по кости, для создания шедевров достаточно одного ножа. Это наш традиционный нож, якутский нож. Универсальный везде. По льду, по снегу этим пользуемся. Мус-Ус, что значит мастер льда, единственная здесь семейная команда. Два брата и отец. Но если в семье он старший, то на площадке себя называют лишь подмастерием. Ну, я им только в детстве немножко такие нарки кое-какие давал. Сам-то не занимался, некогда было. Так-то в детстве мешал. А вот сыновья превозошли. В Красноярске в эти дни то оттепель, то морожь, что даже чай замерзает в кружке. Чтобы поддержать настроение, организаторы развлекают художников рождественскими калярками. Не поём! Чуть-чуть согрели вас? А тоже, да, и душевно, и физически. Ближе к завершению фестиваля даже японцы немного заговорили по-русски. С Рождеством! С Рождеством! Молодцы! Короткий перерыв и снова за работу. Команды трудятся до позднего вечера. Но даже когда скульптуры уже почти завершены, самые эффектные детали каждый художник приберегает напоследок. Каждое пёрышко ещё расчешем. Ну, раскрытие композиции, конечно, в самом конце. Фестиваль «Волшебный лёд Сибири» проходит в Красноярске уже шестой раз. И каждый год собирает всё больше зрителей. Пока снег ещё не до конца посмотрели, но лёд восхитил сильно. А снег ещё вот не до конца, не вдумались. По второму разу нужно ещё пройти, ещё раз посмотреть. Наверное, лёд более утончённый, такой, изящный. Теперь и в Сибири знают, что такое Пермский перекрёсток пяти дорог. В номинации «Снег» работа заняла третье место. На втором тоже команда из Перми с их внушительного размера гориллой. На первом и уже не в первый раз мастера из Якутии, изобразившие сезон рыбалки. Там медведь с медвежатами. Отец сыновья сидит в композиции. И у нас тоже команда отец и два сына. Ну вот, как бы символично всё одет. В номинации «Лёд», как признаётся жюри, выбор был мучительный. И решающую роль сыграли детали над перьями ворона. Художники действительно потрудились. Вот она, скульптура, победитель под названием «Ключ от всех дверей» команды «Края льда» из Екатеринбурга. По мнению жюри, зрители отдали свои симпатии творению пермских художников. Этот симпатичный лось в образе шамана почему-то больше всех приглянулся публике. Организаторы обещают, что любоваться этим великолепием можно будет ещё долго. При тщательной охране хрупкие произведения искусства вполне могут простоять здесь до самой весны.